Строительство нового завода Броин в Коломенском районе было запланировано еще в 2007 году. Год спустя был заложен первый кирпич. И вот сегодня, 4 июня, состоялось торжественное открытие предприятия. Длительный процесс строительства, финансовый кризис, препятствий было много, но справились со всеми. Завод готов к работе. Уважаемые дамы и господа. Великобритания в Коломенском районе. Рады приветствовать вас на открытии нового завода Броин в Коломене. Великобритания в Коломенском районе, Николаю Михайловичу Ачасову. И представители правительства Московской области. В Данском есть поговорка. Ребенок, рождаемый в мухах, самый любимый. Я считаю, что данное выражение точно описывает процесс рождения нашего производственного комплекса. Как отметил заместитель министра промышленности и науки Московской области Михаил Васильевич Савин, продукция компании Броин востребована. И она обязательно найдет покупателей. И не только в России. Вы решите от имени губернатора Московской области Бориса Савиновича Громова поздравить вас с открытием нового завода Броин на территории Российской Федерации в Подмосковье. Открытие вот этого завода, завода Броин, это как раз тот самый удачный пример международной кооперации, когда на заводе, созданном при помощи иностранных инвестиций, будет создаваться инновационный конкурентоспособный продукт. Шильдиком сделано в России. Новый завод – это рабочие места, достойная заработная плата. У станков будут стоять местные рабочие. Отсюда – возможности развития местного производства. Сегодня праздник, праздник на Коломенской земле. Мы сегодня открываем новые площади, на которых будет размещено предприятие Броин. Предприятие, которое работает на территории Коломенского района уже несколько лет. Предприятие, которое завоевало авторитет. К этому моменту долго шли. И вот он настал. Порядка 500 миллионов рублей инвестировано в новое производство. Численность сотрудников будет составлять 250 человек. А производительность завода при выходе на проектную мощность будет равна 500 тысячам кранов в год. В день открытия для всех гостей была проведена экскурсия по новому комплексу. В административном корпусе завода, помимо прочих кабинетов, есть и конференц-зал, куда раз в месяц руководители планируют приглашать проектировщиков из Москвы. А внизу – сердце комплекса. Само производство общей площадью 12 тысяч квадратных метров. На заводах Броин особое внимание уделяется качеству продукции. Работы ведутся на современном европейском оборудовании в строгом соответствии с датской технологией производства. Все краны имеют разрешение Госгортехнадзора России, а также удостоен диплома первой степени программы «100 лучших товаров России». Завод разделен на несколько участков, на которых проводится сварка, сборка, покраска кранов и комплектующих. Например, на этом участке ведется окончательная сборка кранов, где каждый кран в итоге получает свой паспорт. А это тот участок, где применяется не автоматическая, а ручная работа. Здесь составляется корпус крана. И это надо делать очень аккуратно, потому что если царапается в этот процесс шар, тогда есть большой риск, что кран потом станет энергетичным. В течение многих лет оборудование компании Броин успешно применяется более чем на сотни объектов. Таких как Министерство иностранных дел и Дом правительства Российской Федерации, конькобежный центр Коломна, Ледовый дворец Вступино и многие другие. В общем, сотрудничество Дании и России идет более чем продуктивно. Открытие нового завода в Коломенском районе – яркое тому подтверждение.